Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан В этот раз началось с минуты молчания, которые отдали память умершего накануне Акрама Ганиева, руководителя Башхирской статистической службы Управления статистики Российской Федерации по Республике Башкортостан Акрам Ганиев внезапно скончался на 1963 году жизни Далее Хабиров со вздохом пожелал успехов новому председателю Верховного суда Республики Башкортостан Раилю Шайдулину, который на 6 лет возглавил Верховный судебный орган региона Значит, ряд кадровых важных решений указан президента Российской Федерации, председателем Верховного суда Республики Башкортостан На 6-летний срок полномочий назначен Шайдулин Раил Рашидович Я думаю, в ближайшее время мы познакомимся, приступим к исполнению Ну, новому руководителю пожелаем успеха в этой работе У нас большая, очень профессиональная судебная система Башкортостана Вот, пожелаем удачи ему Понятно, что фигура Шайдулина нежелательна для Хабирова Хабиров видел на этом посту своего кандидата Но Владимир Путин решил иначе Судя по всему, даже в Москве, даже вот в эти неспокойные времена Понимают необходимость уравновешивать некоторые процессы в регионе Потому что, ну, мы знаем, как неравнодушен Радий Фаритович к судебному корпусу Как он трогательно опекал и назначал, по сути, на самом деле, назначал мировых судей Когда он еще работал у Муртазы Рахимова И сейчас он тоже не чужд некого участия в жизни судебного корпуса республики Так что в этот раз пришлось обломаться И, скрипя зубами, поздравлять господина Шайдулина с назначением Отскрипев зубами на Верховный суд Радий Фаритович от души поздравил с 50-летием Алана Викторовича Морзаева Отметил, что участок работы вице-премьера необычайно сложен и ответственен Алан Викторович, от души вас поздравляем Желаем успеха Вас очень ответственное направление Три ключевых министерства курируете Большой объем работы Вам сил, здоровья и успехов Чтобы от работы получали И от результатов того, что сделали, получали удовольствие Собственно, мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям Потому что лично для меня Алан Марзаев Один из немногих чиновников ради Хабирова Который не вызывает какого-то откровенного отвращения Марзаев время от времени даже набирается смелости И спорит со своим начальником Когда уж совсем начальник порит чушь Так что, в принципе, да Поздравляем, Алан Викторович, с 50-летием И желаем здоровья и успехов на вашем нелегком поприще А потом случилось страшное Хабиров потребовал вывести на экран Скан некого поста в соцсетях Комсомольской правды Республики Башкортостан Как он выразился Покажите то фото, где я широко улыбаюсь Одну фотографию поставьте, коллеги Где я там широко улыбаюсь Текст, коллеги, почитайте, пожалуйста, что там написано Это статья в комсомольской правде Я в этот день вручал награды ордена Шаймуратова Я вручал семьям погибших ребят Молодые ребята, 26-27 лет Вот такое фото Глава Республики обрушился с гневной тирадой на издание Оказывается, вот эта вот широкая самодовольная Котячая улыбка Хабирова Иллюстрировала пост о том, что он вручал награды бойцам СВО И самое неприятное заключается в том, что он вручал награды не просто бойцам СВО А погибшим бойцам СВО Награды передавались родственникам и семьям погибших И вот эта вот иллюстрация таким образом, в общем-то, покоробила Хабирова Ну, в принципе, понять можно Повод-то такой весьма печальный Но фотография абсолютно, конечно, идиотски выглядела на этом фоне Хабиров бушевал, кричал, что это злой умысел Что какой-то недоумок сделал это и так далее Что он не понимает, как до такого можно было додуматься Та буря эмоций негативных, которые я уже пережил Я не знаю, это злой умысел Или недоумок какой-то это сделал, не понимаю Но я просто прошу средства массовой информации Быть очень деликатными в этих делах Справедливости ради надо отметить, что В описании этой фотографии не было текста о том, что Награды вручаются именно за погибших бойцов Семьям этих бойцов Ну, то есть из этого текста не следовало, что Награды вручены погибшим Но, в принципе, Хабиров прав Вот в этой ситуации он прав За время его правления в республике Башкортостан Государственные и окологосударственные СМИ, к которым можно отнести комсомольскую правду Окончательно деградировали в регионе Я уже молчу про то, какими словами пользуются в заголовках Как расставляют буквы Количество грамматических ошибок Вот в тех публикациях, которые мы видим Это просто уже за гранью разумного И совершенно, значит, уже Ну, перешло все границы Согласен, Радий Фаридович Вы полностью убили Медиасферу в республике Башкортостан СМИ при вас превратились в сборище безграмотных балбесов Ну, собственно, вы пожинаете плоды собственной деятельности Далее оперативное совещание Попытались вернуть в привычное русло Ирина Александровна Голованова рассказала нам о ситуации в ЖКХ Она отчиталась о том, что в отчетный период Ей удалось не допустить ни одной аварии С отключением ресурсов свыше 8 часов Правда, 16 раз в Уфе За это время отключали воду, газ, свет И прочее благо человечества Чуть менее, чем на 8 часов И пострадало более 100 многоквартирных домов Дворники у Головановой метут Мусор вывозится Все благополучно, траля-ля И тут Хабиров все-таки Добавил огня в ситуацию Судя по всему, раздражения после этой фотографии У него не прошло И он заявил, что Елена Прочаковская Ядовитым шепотом нашептала ему Что оказывается очень много жалоб На вывоз мусора И то, что по дворам валяются кучи мусора С мед, грязь, ветки и прочее безобразие Хабиров при этом заявил, что Башкортостан Это чистый регион И у нас высокая культура Мне Елена Анатольевна Прочаковская Перед началом регулярно докладывает О тех проблемах, которые наши жители волнуют Парадоксальная история Очень большое количество обращений Как вот Елена Анатольевна говорит Идет по линии уборки Опять же, уборки мусора Значит, обрезанные ветки валяются Где-то смерт придорожные и так далее Значит, я все-таки попрошу за этим смотреть Башкортостан у нас чистый регион У нас высокая культура Это была цитата Ну вот мусор, ветки, пыль и смет Все-таки не вывозится При таком высочайшем уровне культуры Честно говоря, смахивало это все На какую-то шизофрению Противоречие самим себе Но Хабиров бушевал дальше Он опять потребовал от контрольного управления Предоставить ему некий альбом И в этот раз теперь уже Хабиров пригрозил Что вот этот самый альбом Он продемонстрирует А не просто насладиться в одиночку Он еще и продемонстрирует его на ВКС Я прошу Эта неделя так и занята, наверное Со следующей недели Вновь выехать по территории И предоставить мне альбом Значит, главным муниципалитетом Я говорю следующее Этот альбом Наиболее яркие эпизоды Из этого альбома Я публично опубликую на ВКС Поэтому, пожалуйста, этим занимайтесь То есть у нас появляется прекрасный шанс Увидеть этот загадочный альбом И понять, что из него следует Но не дать не взять Какие-то секретные материалы Собственно, речь идет о том Что мусор как не вывозился Так и не вывозится Вся эта показуха с мусорной реформой Потихонечку начинает забываться Помним, как там они кричали И били в бубен, что у них там все прекрасно И осваивали миллиарды на всех этих процессах Но в ВОЗ, как известно, и ныне там Особенно ничего не меняется Разбитые баки и куча мусора Александр Владимирович Калибанов Привычно доложил о том Что ДТП у нас остаются на достаточно низком уровне Их было 42 за неделю Пострадал 41 человек Погибло четверо Разрыв в погибших между отчетным периодом Этого года и прошлого года Составляет 20 человек Неплохой задел на будущее Ямочный ремонт движется к завершению 15 июня он будет завершен Даже если вы этого совершенно не заметите Кстати, все равно Калибанов отчитается о том Что он завершил ямочный ремонт Выявил он 76 тысяч ям на дорогах Из них уже 53 тысячи или 70 процентов отремонтировано Кстати говоря, из 19 тысяч километров дорог По республике Башкортостан Калибанову удалось на данный момент Обследовать уже 16 тысяч километров То есть скоро он нам радостно отчитается О том, что ямочный ремонт завершен И, как говорится, не верьте глазам своим Видимо, чтобы окончательно успокоиться После всплеска эмоций От комсомольской правды Хабиров уютно уселся на любимую лошадку На тему благоустройства территорий И с удовольствием, с нескрываемым удовольствием Заслушал доклад об успехах Института развития территории Которые возглавляет Ольга Сараполова Сараполова сообщила, что она за 4 года Извлекла из бюджетов всех уровней И успешно освоила 5 миллиардов рублей 5 миллиардов ушли на реализацию 28 проектов В 21 городе и населенном пункте Уфы В среднем каждый проект это 178 миллионов рублей А сами эти проекты Это все те же самые деревянные трапы Железные лестницы, вычурные арт-объекты Которые, пожалуй, вызвали бы смех Даже в сообществах урбанистов Монголии Или Южного Судана Но Ольга Сараполова рассказывала предельно серьезно Обо всем этом Но самое главное в освоении денег на красоту Это ведь не быть, а казаться Пускать пыль в глаза и гордиться признанием в соцсетях Что, собственно, нам и продемонстрировала Ольга Сараполова По сути, Институт развития территории Превратился в Институт распределения денег И отсечения нежелательных подрядчиков Осуществляя так называемый авторский надзор Появилась возможность указывать Из каких материалов А самое главное У каких поставщиков эти материалы Нужно приобретать и применять На вот этих вот объектах Которые так трогательно опекает Ольга Сараполова Собственно, в этом нехитром трюке И заключается весь профит Мадам Сараполовой То есть вот Неукоснительно и безальтернативно Указывать на те материалы Которые должны быть использованы И где они должны быть куплены Все, сами понимаете Ну, что совершенно не подлежит сомнению Это то, что Институт развития территории Это неотъемлемая часть Схемы паркового бизнеса Рази Хабирова Наряду с доблестными господами Арутюняном, Абовяном и Аропетяном Ольга Сараполова Плечом к плечу Стоит в этой битве за миллиарды Которые пускаются на освоение И на создание вот этих парков и сквериков Ну, будем надеяться Что и гражданку Сараполова тоже Зацепит грядущее расследование Вот этой парковой деятельности Я нисколько не сомневаюсь Что это будет расследовано Правоохранительными органами И правовая оценка деятельности Этих вот структур будет дана Ну, как говорится Нам бы дожить до этого еще Во всей этой истории С реконструкциями и благоустройствами Сквозит одна такая интересная вещь Нам показывают и гордятся только тем Что у них легко удалось То есть вот подмести улицу И посадить пару кустиков Положить пару камушков вокруг Оценить это все в 2-3 миллиарда рублей И заявить, что мы устроили парк А вот серьезные объекты Хабирову никак не даются Ярким примером вот этого двуличия Является, например, реконструкция Дома техники в городе Октябрьский В 20-21 году Хабиров туда приезжал Шумел, махал руками Щедро раздавал обещания Похолопывал всех по плечу И так далее, и так далее Приступили к этой реконструкции И реконструкция этого дома техники Должна была быть закончена в марте Внимание, 22-го года Здание уже обветшало И требует капитального ремонта Фасада, кровли и внутренней отделки Ну это самый главный зал Наш 530 мест В октябрьском больше нет Все мероприятия То есть и городские мероприятия Да, и городские мероприятия То есть ваш ключевой зал Это наш ключевой Вот отчет главы где проходит Вот здесь Вот здесь проходит, да Ну и плюс концерты Восьмой, восьмой марта Вот завтра будет восьмой марте И для нас это учебный класс Потому что большие коллективы Они должны выступать на сцене Но проект-то хороший сделали, нет? Ну, как положено Воз и ныне там Забор стоит Стройка стоит Ничего не доделано И об этом, значит Аккуратно помалкиваем Ну, зато показываем Вот эти всякие парки Вот эти все деревянные настилы Из как бы лиственницы Вот это все является предметом нашей гордости Вот оно, благоустройство, да? То есть вбахали 5 миллиардов В деревянные трапы И все нормально А вот про дом техники В городе Октябрьском Помалкиваем Но, тем не менее, реальность вот такова И жители Октябрьского Прекрасно знают Как и какими темпами Движется вот это вот хабировское благоустройство Ну, а дальше перешли к комедийной части Оперативного совещания И заслушали доклад О готовности тур-индустрии Республики Башкортостан К переходу на межгалактический уровень Заслушали министра Авзалова Который так успешно изучил русский язык В правительстве республики Что уже может не пользоваться жестами И ненормативной лексикой Когда ходит в буфет Рустам Авзалов утверждает в своем докладе Что за январь-март За три месяца 2023 года Республика Башкортостан Посетила аж 239 тысяч туристов Так, в первом квартале 2023 года Тур-поток в наш регион Вырос на 28,6% По сравнению с аналогичным периодом Прошлого года По объему тур-потока Мы занимаем третье место ПФО 12 место Российской Федерации У Авзалова в республике 640 объектов размещения Ну, видимо, были учтены Все лежачие места под мостами На скамейках вокзалов И в кустах парков Авзалов утверждает Что стоимость проживания в отелях В республике Башкортостан Не изменялась уже целый год А также у Авзалова в республике Башкортостан Уже 76 глэмпингов Это такие быстровозводимые Конструкции турбазы А в работе у министерства Находится более 30 инфраструктурных объектов На сумму более 30 миллиардов рублей Министерство проведено мониторинг цен на услуги Размещение Стоимость проживания в среднем сохранилась на уровне Прошлого летнего сезона Вот об этом сообщил нам министр Авзалов Изумленная публика, конечно, замерла И не знала, что сказать А мы можем взять калькулятор и посчитать Вот эти 30 миллиардов рублей Это эквивалент строительства Внимание, 350 тысяч квадратных метров жилья Если предположить, что одна гостиница Это примерно 200 номеров Плюс служебные и общественные пространства и помещения То выходит, что на эти деньги На 30 миллиардов Авзалов спокойно может построить 35 совершенно новых современных гостиниц По 200 номеров каждая Но ведь Авзалов не построит ни одной гостиницы На 30 миллиардов О которых он говорит Вот тут у меня вопрос Либо у этого Рустема Авзалова Что-то там с головой и с цифрами неправильно То есть нет у него никаких 30 миллиардов Либо нужно срочно кого-нибудь вызывать на помощь И отбирать эти деньги у министерства Потому что пустит же он их на ветер На глэмпинге На какие-нибудь открыточки и прочее Чем он особенно гордится Потому что он особенно гордится Всякими упоминаниями А за эти упоминания в федеральной прессе Приходится довольно-таки нехило платить И как бы Авзалов эти 30 миллиардов Не пустил по миру Далее господин Авзалов рассказал нам Что в республике Башкортостан Вот тут я без смеха не могу говорить Существует ни много ни мало А 1650 туристических маршрутов Которых сегодня уже наших маршрутов Составляет более 1750 маршрутов Ну вот говорим, что с ростом, да? Тут, как говорится, просится фраза А можно всех посмотреть? Также Рустем Авзалов заявил Что уверенно набирают обороты Гастрономические, этнологические И религиозные виды туризма А еще Авзалов изобрел некий сельский туризм Ну это, видимо, когда ребенка Отправляют на лето в деревню к бабушке А Авзалов вносит все это дело в свою статистику Активно развивается и новое направление в туризме Уверенно набирают обороты Гастрономический, этно, агротуризм В дополнение к крупным туристическим локациям Становится посещение небольших городов и сел Религиозных святынь Особое внимание уделяется в влечении в тур Оборот объектов исторического наследия Рустам Ахмед Каримович уверил дорогого радиофоритовича Что основные точки притяжения готовы к наплыву туристов Особенно готова Советская площадь Подготовлены к наплыву туристов в летний сезон И наши крупные точки притяжения Среди них, конечно же, наша столица Для Уфы разработаны Экскурсионные, познавательные маршруты Пешие, автобусные, а также речные прогулки Обновление общественных пространств Выявление новых якорных объектов Таких как памятник генералу Шоембратову Значительно увеличит число туристов в этот летний сезон Тут я уже начинаю беспокоиться Как бы плитку не пришлось по осени менять А то ведь орды японских, итальянских и норвежских туристов Могут до основания стереть покрытие Советской площади И придется там делать ремонт Между тем Авзалов настаивал на том Что именно памятник Шоембратову Это основная надежда на увеличение туристического потока в Уфу Но не могут люди не влюбиться в это место Они должны бросить все свои дела в далекой Москве Новосибирске или даже на Южно-Сахалинске И приехать вместе со своими семьями И своими детьми, бабушками и дедушками Посмотреть на грандиозное явление Которое мы можем совершенно бесплатно ежедневно наблюдать на Советской площади Школьным туризмом господин Авзалов Планирует охватить 39 200 детей в республике Башкортостан Башкирским долголетием 20 тысяч стариков Но а башкирско-белорусским долголетием Это такой некой экзотической разновидностью этого долголетия Авзалов в этом году решил охватить 1333 человека Вот такие грандиозные планы у Рустема Ахмедкаримовича сложились на ближайшее время Меня особенно пугают его 30 миллиардов, если честно Потому что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не пила коньяк Но вот такие деньги детям точно не игрушка Не знаю, на самом деле есть ли они в распоряжении министерства Но, как говорится, это пугает А вот завершили оперативное совещание неожиданно важным докладом О реализации энергосервисных контрактов в городе Уфе Делал, естественно, доклад мэр Уфы Мавлиев Ратамир Рафилович И сообщил нам о том, что светильники с натриевыми и ртутными лампами Устарели не только физически, но и морально Выявлено, что большое количество светильников в городе Имеют срок эксплуатации от 15 до 30 лет Это, безусловно, влияет на качество их работы Отмечу, что консольные светильники с натриевыми и ртутными лампами Установленные в городе устарели не только физически, но и морально Пилотный проект по внедрению энергосервисного контракта Мавлиев осуществил в микрорайоне Дема И заменил там 3500 светильников Что получилось в итоге? Пройдемся по 4 пунктам, которые заявил Мавлиев как свои достижения Первое. Уменьшилось количество темных мест В качестве пилотного района был выбран Гемский Проанализировали работу всех светоточек И выявили места, которым нуждается повышение уровня освещенности Мы заменили более 3500 светильников Так заявил мэр Ну, собственно, Ратмир узнал сокрайную тайну О том, что если включить свет, то станет светло Браво, малыш! Это действительно так Второй вывод Экономия на электроэнергии до 70% И эта тайна открылась Ратмиру Мавлиеву Что если заменить стеариновую свечку или ртутную лампу На светодиодную лампу, то станет дешевле Третье достижение Мавлиева Что затраты на все вот это На замену 3500 уличных светильников и опор Составили 0 рублей Вот здесь Минуточку Самое главное, бюджет не потратил на это ни одного рубля Все эти работы осуществил инвестор за собственные средства Таким образом, помимо визуального эффекта В перспективе мы получаем колоссальный экономический эффект для города Будьте добры в студию того Деда Мороза Который осветил Дюму за 0 рублей Нет, нет никого Значит, это неправда Ну и четвертый вывод Колоссальный экономический эффект для города Вот это мы еще обсудим В общем, вот эти четыре достижения задекларировал Ратмир Мавлиев И понеслось дальше Наконец-то мы узнали, кто является подрядчиком всего этого великолепия Компания Башинформсвязь Именно она заменит теперь в Уфе 47 тысяч светильников Что даст, по словам Мавлиева, экономию уже поменьше, чем 70% Почему интересно? В Деме 70% экономия, а в городе будет только 55% В феврале текущего года заключен энергосервисный контракт с инвестором Башинформсвязь Все смонтированные обороны будут переданы в собственность муниципалитета Срок контракта составляет 6 лет Это значит, что бюджет в течение этого срока Значительно сократит затраты на обслуживание городского освещения И вот тут прозвучала единственная цифра, иллюстрирующая финансовые показатели этого проекта Мавлиев утверждает, что экономия в 55% составит 100 миллионов рублей в год Срок контракта 6 лет Гарантия 8 лет Бюджет Уфы, как сказал Мавлиев, значительно сократит расходы на освещение города Вот значительно это сколько, Ратмир Рафилович? Все работы Башинформсвязь планирует завершить к концу 2023 года И вот эта вся афера, по словам Ратмира Мавлиева И станет основным и ярким подарком жителям Уфы к юбилею столицы Вот так скаламбурил мэр Хочу отметить, что эти работы станут еще одним ярким во всех смыслах слова Подарком жителям города Уфы к юбилею столицы То есть вот все, что мы получим к юбилею столицы Это то, что они зажгут нам лампочки Примечательно, что Мавлиев практически обошел финансовую сторону вопроса стороной И самый главный вопрос Сколько город заплатит за все это великолепие Башинформсвязи В течение ближайших шести лет Сколько заплатит и сколько реально стоят эти 47 тысяч светильников Вот тут, конечно, вот эту бухгалтерию Ратмил Рафилович тщательно оберегает и охраняет Об этом мы, пожалуй, не узнаем никогда Хотя, возможно, следствие установит Какие суммы и на каких условиях выплачивает теперь город За вот это все великолепие Потому что вот это вот, то, что заявляет Мавлиев Ну это деревенская глупость, да Заявлять, что нам кто-то сделал лампочки Вкрутил 47 тысяч мощных уличных светильников И не берет с нас за это деньги Это неправда Это обыкновенное вранье Вот меня интересует соотношение реальной стоимости этих светильников И тех сумм, которые будут заплачены за шесть лет Какова разница между вот этими двумя показателями? Потому что, ну, Башинформсвязь это точно не офис Деда Мороза Шесть лет, большой срок, инфляция и все дела Однозначно туда закладывались очень большие возрастающие проценты стоимости этих светильников И вот ответьте нам на вопрос Сколько они стоят, вот просто их сейчас купить и разместить И сколько стоит нам вот этот шестилетний контракт с Башинформсвязью? Тогда мы успокоимся Хабиров выслушал с удовольствием Ратмира Рафиловича И заявил, что 47 тысяч светильников, наверное, сделают город посветлее Воочию мы увидим в конце года, ну, 46 тысяч светильников Наверное, все-таки это посветлее наша улица встает Хабиров потребовал внедрять вот эту практику Мавлиева Теперь повсеместно во всех районах и городах республики Надо отдать должное, что Алан Марзаев тут же с места ответил, что не во всех случаях Есть экономическая целесообразность внедрения вот этих афер Мы уже работаем над этим механизмом не во всех районах Он экономически эффективен, не во всех Но в некоторых он летает Ну, чувствуется как минимум эмоционально, что Хабиров с Мавлиевым, как говорится, в теме В теме этих светильников Когда-нибудь мы узнаем, был ли Хабиров там в теме финансово Ну, не сейчас Но то, что Хабиров очень поддерживает всю вот эту историю, это точно 100% Позволю себе небольшое отступление, которое не имеет отношения к содержанию оперативки Но, тем не менее, к самой оперативке отношения имеет С нарастающей болью в душе смотрю я на Константина Борисовича Толкачева Которого из раза в раз принуждают присутствовать на этих оперативках Вот зачем вы, Радий Фаридович, старика мучаете? За последние 24 оперативки вы ему дали слово один раз И то тогда, когда решили поглумиться над ним и послушать его доклад о визите с двумя кураистами в Республику Беларусь Константин Борисович тогда, похоже, даже не понял, что он покинул пределы Российской Федерации И вот с такой наивным увлечением рассказывал, как здорово его кормили в Беларуси Вот и сегодня на этой оперативке он, как кукла неживая, в какой-то момент пить захотел Стал искать воду глазами, нашел бутылочку, открыл бутылочку, налил воду в стаканчик и выпить забыл воду Ну, перестаньте издеваться и вообще, в принципе, надо даже чего-то опасаться Вдруг в затуманенном создании спикера Государственного собрания Крултая Республики Башкортостан Родится какой-нибудь фантом и вот Константин Борисович Толкачев возьмет да и пальнет вас из своего наградного пистолета А он у него, кстати, есть, как-то раз Константин Борисович мне показывал этот наградной пистолет В общем, есть некие опасности, да, вот в такой ситуации В конце концов, Константин Борисович родился еще при Сталине Отпустите его отдыхать уже вот в свое замечательное имение Там у него там холопы, у него там красивый вид, озеро Ну, дайте порыбачить на старости лет человеку, перестаньте над ним издеваться Редактор субтитров А.Семкин